ну еще раз всем добрый вечер мы попробуем продолжить большой довольно перерыв из-за праздников поэтому я сделаю такой небольшой обзор того что мы собственно говоря прочитали с точки зрения содержания давайте пробежим у нас мишна мишна звучит как аиша никнет бешл ложь драхим выкунает от сна бештей драхим женщина приобретается тремя путями и приобретает сама себя двумя путями никнет бекесев бештар убивия приобретается он деньгами документом и полным актом это первое предложение мишны которое собственно говоря талмуд и анализирует я напомню на как он начал анализировать он начал с того почему написано и шаник нет то есть вот это словосочетание можно было бы сказать и например например и шмэкадэш татки душин я не буду сейчас возвращаться конечно поводу всей аргументации которая была предложена талмудом талмуд заострять внимание на каждой фразе и шаник не да что значит женщина приобретается почему именно так сформулировано и анализ который мы видели это анализ который я назвал квазифилологическим а потому что там был вопрос относительно того почему никнет что означает слово киньян киха лакахат да взять и киньян одно и то же но и то же дальше талмуд обращает внимание и на числительное и шаник нет без шалош почему шалош это тоже в общем привлекает внимание талмуда и талмуд занимается в том числе и объяснением того почему шалош а не шлоша мужской род или женский род то есть дэрэх слово дэрэх путь это мужского рода или женского рода приводятся разные барайты приводятся в том числе стихи писания где вроде бы можно понять и так можно понять и эдак в том числе анализируется само слово дэрэх почему она используется да потому что можно было бы использовать и какое-то другое слово и вот этот этот анализ который я называю квазифилологическим в общем заканчивается и как мы с вами говорили да то есть цель этого анализа не столько почему я его называю квазифилологическим потому что это на самом деле не столько прояснение значения слов конкретно сколько привлечения какого-то материала этот привлекаемый материал он собственно говоря насыщает в том числе с точки зрения символической насыщает вот тот вроде бы сухой простой закон который сформулирован в этом первом предложении после того как заканчивается анализ вот этих слов аиша нет дэшалош драхим после этого он переходит к следующей части а следующая часть заключается в том что она приобретается вот тремя путями как бксф биштар убивия то есть с помощью денег с помощью документа и с помощью полового акта и мы с вами прочитали ну почти собственно говоря дочитали можно сказать анализ талмуда который был связан с понятием деньги а почему женщина приобретается с помощью денег и то же самое несмотря на то что сам анализ теперь уже не квазифилологический а квази экзегетический экзегетический от слова экзегеза комментарий то есть идет подробное подробный по видимости по крайней мере подробный анализ различных стихов писания въедливый очень да с прояснением значения каждого слова вплоть до слова эйн как оно пишется с буквой ют без буквой ют и так далее тоже за счет привлечения вот этих стихов из разных контекстов писания тоже получается обогащение собственно говоря вот этой самой картины картины достаточно простой с одной стороны да которая вроде бы не требует привлечения каких-то дополнительных вроде бы материалов а там он как раз их привлекает а он как бы закидывает сети условно квазифилологические потом квази экзегетический и с помощью этих сетей привлекает самого разного рода материал который расцвечивает вот эту самую картину усложняет ее расцвечивает да и в ней сложно разобраться если мы предполагаем вот этот самый символический уровень у нас возникает целый ряд самого разного рода затруднений но тем не менее картина оказывается очень пестрый богатый другой вариант прочтения всего этого наивный вариант прочтения это предполагает что это не квазифилология а именно филология и пудрицы толмода как раз занимались ею первые там несколько страниц а потом перешли к экзегезе то есть воспринимать это можно и наивным образом не так что с помощью что это прием да для привлечения какого-то другого материала а как ну естественно желание разобраться и так собственно говоря чаще всего и читают то есть читают ну я назвал это наивным прочтением но это с моей точки зрения наивно да то есть может быть кто-то сказал бы что я выдумываю вот эти символические моменты да эту метафорическую как бы составляющую усложняя все до чрезвычайности а на самом деле в общем здесь речь идет про действительно выяснение значения слов на значение слов или понимание различных стеклов это я рассказал просто чтобы мы вспомнили о чем собственно говоря идет речь да и чем мы до сих пор занимались я не помню честно говоря дочитали ли мы до конца вот этот раздел который был связан с деньгами да там была эквилибристика самых разных стихов у нас появилась появилась такая женщина айланит да которая является ну как бы не способны где-то рождению по тем или иным причинам но и разные другие перспективы но те персонажи которые у нас появились я тоже их могу перечислить это и вам а она играть здесь серьезную роль до почти самого начала служанка и вам а это женщина которая ожидает замужества с братом своего умершего мужа и есть у нас девушка которая находится в разных так сказать стадиях своего развития есть маленькая девушка называется ктана есть девушка которая называется наара есть девушка которая называется богерет наара это появление каких-то признаков полозрелости бакбагерет это собственно говоря половозрелая девушка мы говорили о том что разница в итоге с точки зрения мудрецов того в общем-то всего полгода но тем не менее да то есть это разные вот эти стадии есть у нас отец есть у нас муж этот треугольник мы про него тоже говорили да отец и муж и возможно соответствующие если верить мне идти вместе с тем прочтением которое предлагаю то здесь появляется вот эта усложненная метафорика где взаимоотношения между богом и народом израиля действительно переплетаются бог может выступать и в роли отца и в роли мужа народ израиля может выступать качестве невесты причем невесты разного типа как незрелой маленькой так и полозрелой так и промежуточное какое-то положение может иметь может быть можно говорить и о неплодовитости можно говорить и о народе израиля как женщине которая ожидает каком-то смысле до обновления этого самого брака у нас естественно проблема большая с пониманием того что значит умер муж на умер муж и брат его должен взять мы говорили о том что тоже напоминаю просто мы об этом говорили я напоминаю что с моей точки зрения возможность понимания на метафорическом уровне такого рода аналогов это обновление образа понятно что не бог умер а тот образ бога который был сформирован на определенном этапе народом израиля он умирает он умирает не принеся плодов на то есть получается что тот образ бога который был сформирован он оказывается неплодоносящим и тогда должен должно произойти обновление как бы этого образа и обновление этого образа это и есть вот этот самый брат который должен взять в жены ту что не принесла плодов от первого брака ну хорошо и мы как я уже сказал не очень я помню дочитали мы этот кусочек до конца или нет будем считать что да в общих очень чертах я опять же рассказал в чем здесь дело да и что происходит и после того как талмуд разобрался в таком смысле да или точнее подсобрал материал на зацепившись за слово деньги то женщина приобретается при с помощью денег он переходит к тому что связано приобретением другим способом и у нас там был соответственно стих когда речь заходила о том откуда мы собственно говоря знаем один из вариантов да откуда мы можем вывести что женщина приобретается с помощью денег это был стих из книги дворим где говорится кейках и шиша уголовая ему тимца хэн бэйна кима цаба ирват давар да как бы очень важный стих с точки зрения опять же взгляда на саму эту процедуру это их которые взяты из следующего контекста собственно говоря талмуду он понадобился и талмуд с этим стихом как бы играет почему потому что в нем есть вот это слово иках кейках и шиша когда возьмет мужчина женщину когда возьмет мужчина женщину у нас как мы помним это ассоциировалась или сопоставлялась с тем как берет поле для похорон авраам он берет это поле с помощью денег и поскольку там есть вот это слово иках здесь есть слово иках то я могу сказать что как авраам лаках взял поле с помощью денег так и мужчина берет женщину с помощью денег но сам этот контекст он ну как бы каверзный почему потому что опять же не помню мы смотрели или нет его я просто перескажу сейчас не будем заглядывать туда меня речь идет о законе так называемого наговора на женщину да потому что в продолжении от этого стиха говорится что когда возьмет человек женщину и овладеет ей и если она не найдет милости в глазах его то есть не понравится да то он значит может ее не развестись то есть вот этот вот эта тема развода да она появляется в этом стихе и сказалось бы мы сейчас говорим про кедушин то есть мы говорим как раз про свадьбу а не про развод но тем не менее тот стих из которого мы учим про то что женщина приобретается с помощью денег это один из вариантов как как вы помните это как раз вот этот самый стих где в продолжении говорится о как раз разводе да то есть возьмет женщину овладеет ей она ему не понравилось и он значит может с ней развестись и дать ей разводное письмо и прости я это я не нажал слегка слегка а я у меня все нормально все слышно ну вот значит тогда получается что получается что сам по себе этот стих как мы видели да он требует тоже объяснение это вот иногда оставляет свою основную линию основная линия она связана с чем смешной то есть теми словами которые упомянуты в мешне но по ходу дела коль скоро появляются какие-то барайты или стихи писания тут ламут анализирует их тоже и мы вот отсюда начнем и гемара продолжает обсуждать барайту которая толкует завершение того же самого стиха аубеала вот этот самый стих в котором говорится что мужчина возьмет женщину и овладеет ей и вот это слово и овладеет ей теперь собственно говоря становится основой анализа талмута и мы отсюда собственно говоря и начнем талмут как бы за это слово цепляется у вала вала это ею овладеет да слово лев оль это и есть собственно говоря глагол который означает овладевать быть хозяином слово баль это хозяин отсюда например беалим это идолы они хозяевы в каком смысле хозяева хозяева каких-то определенного рода пространства а или баль абайт это хозяин дома просто баль это муж но в принципе это слово которое означает овладевать но на русском собственно говоря овладевать тоже имеет такую же коннотацию овладеть это в том числе и означает половой акт и талмут говорит овы ала меламетши никнет биви а отсюда мы учим коль скоро в этом стихе сказано и овладеет ей отсюда мы учим что она приобретается с помощью близости то есть с помощью полового акта здесь снова проблема как всегда и вы могли бы сразу же спросить и заключать вот здесь голос что же такое что происходит почему потому что если мы учим из этого стиха ки иках иш когда возьмет мужчина женщину если вот это слово иках но как раз указывает на деньги то тогда дальше когда говорится увы ала и овладеет ей получается что на самом деле нужно и то и другое взял ее за деньги а потом овладел ей в смысле вступил с ней в половую связь но мы читали мишну вроде бы так что все эти три вещи они на самом деле являются раздельными то есть можно так можно так а можно так это не то что все три компонента именно деньги документ и глава акт являются необходимыми а в этом стихе вроде бы вот этот соединительный союз увы ала говорит о том что и будет с ней близок ну хорошо это сложность которую мы сразу отмечаем пока посмотрим будет ли талмуд с ней соотноситься но так или иначе талмуд как бы занимается теперь вот этим словом этого самого стиха который вроде бы изначально никакого отношения не имел но был привлечен для разного рода цели вот я перелеснул значит мы здесь на этой странице и дальше талмуд говорит выголо дингу в смысле что так ведь это можно как бы вывести определенным образом дин это закон или суд то есть можно само слово дин тоже я черкнул наверное это да само слово дин которое означает суд например бей дин дом суда само слово дин повисходит от слова ладун а ладун это вообще-то говоря судить суждение выдвигать суждение опять же русский язык здесь помогает он циврит он вполне совпадает в данном случае поэтому когда говорится что дин имеется ввиду что есть то есть можно рассудить это каким-то образом да то есть это не обязательно суд юридически но и рассуждение на русском то есть можно получить это с помощью рассуждения и какого рассуждения ума его машинник на декэсов ник нет биви а зоши ник нет бекесов и но динши ник нет биви а то есть можно попробовать сформулировать так называемый кальвах умер на от легкого к более сложному и и взять за основу то что касается вот этой самой женщины его ма которая ждет либератного брака и про нее мы знаем что это его ма она не приобретается с помощью денег она приобретается только с помощью полового акта про деньги мы как бы вроде бы уже доказали даже вообще говоря женщина может приобретаться с помощью денег ну так вот это самое его ма она за деньги она не приобретается с помощью полового акта приобретается так что же говорить про ту женщину которая с помощью денег приобретается она как бы тем Тем более, с помощью полового акта должна приобретаться. Значит, это попытка построить вот этот самый силогизм Кальва-Хоммер, который исходит из какого предположения? Она исходит из предположения, что чем больше способов приобретения, тем лучше, в каком смысле. Поэтому, например, Ивама оказывается в худшем положении. В каком положении? Она приобретается только с помощью полового акта. На самом деле, давайте вернемся к Мишне, это в Мишне говорится. У нас в Мишне речь заходит и про Иваму тоже. Там говорится так. Ивама никнет бивиа. Это сама Мишна говорит. Женщина, которая ждет левератного брака, она приобретается с помощью полового акта. Выкунает от Смабе халица оба метата ваа. А я вам. А приобретает себя с помощью процедуры, которая называется халица. Мы про нее говорили, снятие башмака. И если умирает этот самый человек, который должен ее взять в жены левератного брака. И вот если исходить из этого предположения, что чем больше способов, тем как бы лучше, тогда получается, тем лучше, в каком смысле, статус женщины. Так вот, эта женщина Ивама, она приобретается с помощью полового акта. А просто женщина, как мы слышали, только что доказали, она приобретается с помощью денег. Ну, а Ивама с помощью денег не приобретается. Если есть еще один дополнительный способ с помощью денег, который касается женщин, то понятно, что тот способ, который находится у женщины, как бы находящийся на самом низке рейтинг, так условно скажем, то есть рейтинг номер 3, рейтинг номер 3 приобретается с помощью полового акта. Женщина приобретается с помощью денег. Деньги, да, это как бы другой способ приобретения. И поэтому ниже рейтинга 3 быть не может ничего. Значит, это рейтинг, ну, по крайней мере, 2. То есть она приобретается с помощью денег и, конечно, должна приобретаться с помощью полового акта, если она оказывается способной быть приобретенной. И с помощью другого метода, не только с помощью полового акта, как Ивама. Это тот силогизм Кальва Хомер, который Талмуд выдвигает как гипотезу. Почему бы нам вот таким образом не рассудить? На этот ответ И этот силогизм опровергается. Как он опровергается? С помощью примера с еврейской служанкой. Потому что еврейская служанка приобретается с помощью денег, но не приобретается с помощью полового акта. То есть вот эта иерархия рейтингов, она рушится. Почему рушится? Потому что на самом деле у нас есть еще более низкий рейтинг, или по крайней мере такой же. А это служанка. Служанка приобретается с помощью денег. Служанка приобретается с помощью денег, а с помощью полового акта точно не приобретается. Служанка не приобретается с помощью полового акта. И тогда получается, что вот это предположение, предположение, что деньги являются как бы чем-то дополнительным, чем-то, что возвышает, разрушается. Естественно, что мы с вами могли бы это и сами сказать От того, что женщина приобретается с помощью денег Еще ничего не следует Мы могли бы рассматривать эти два способа как одинаковые Поэтому я проговорил то предположение Которое изначально стоит за этим силогизмом За этим силогизмом стоит некая своеобразная иерархия Эту иерархию разрушает пример служанки еврейской Которую приобретают с помощью денег А вовсе не с помощью плавоват Ответ на это Толмуд отвечает так Он говорит, ну а что же ты сравниваешь? Как можно сравнивать? Ведь на самом деле служанка еврейская Она приобретается вовсе не для совместной жизни Ишут Слово Ишут происходит Иш, Иша А Ишут это как бы брак Так можно наверно перевести Так вот изначально Служанка еврейская не приобретается для брака А как же ты сопоставляешь это с женщиной Которая приобретается для брака То есть мы возвращаемся Хотя вроде бы иерархия была разрушена А теперь она восстанавливается Каким бы Служанка еврейская Это вообще отдельная история Потому что мы говорим про иерархию женщин Которые вступают в брак А служанка не вступает в брак И тогда мы снова возвращаемся К вот этому Силогизму Который был построен в самом начале И поэтому Собственно говоря Талмуд-Лумар Талмуд-Лумар это буквально Талмуд говорит Но я по-моему Тоже об этом говорил Слово Талмуд Да я тебе извиняюсь Пожалуйста не реагируй Я сам буду людей пускать Я все ошибаюсь Но тебя нажимаю Слиха Слиха Да сейчас все нормально У меня двух хорошо Да сейчас нормально Ничего не делай Просто говори Да хорошо Да так вот Слово Талмуд В самой талмудической литературе Вовсе не означает Книгу Талмуд Наоборот Книга Талмуд Была названа так Потому что уже существовало Само понятие Талмуд Что это означает Талмуд это в принципе Учение Но учения у нас разные Да По разным Гемора в общем-то Это тоже Гмар Гмар на арамейском Это учить Но Талмуд Судя по Контексту В котором встречается Слово Талмуд Означает Ничто иное Как своего рода Аналитическое Выведение Стихов Какого-то Закона И По-видиму Это была Ну такая Практика Да Практика Которая Называлась Талмуд Практика Медраж Практика Мишна И есть Практика Талмуд То есть Доказательство С помощью Стиха Поэтому Когда здесь Говорится Талмуд Ломар То Соответственно Перевод Давайте посмотрим Как здесь Переводят Талмуд Ломар По этой Причине Тора Говорит Переводчик Вот мы здесь Тора Говорит Переводчик Понимает Что Талмуд Ломар Это вовсе Не Талмуд Это Тора Но это Как бы Тоже перевод Не совсем Адекватный Имеется ввиду Не Тора Говорит А мы Из Торы С помощью Метода Талмуд Выводим Так вот Что Мы выводим Увала И Овладеет И Поэтому Собственно Говоря Сказано И Овладеет Ею Но На это На то Что Мы Это Выводим Из Стиха То есть Талмуд Говорит Вела Маликра А зачем Мне стих Ведь Только Что Мы Говорили О том Что Это Можно Вывести С помощью Вот Этого Самого Силогизма Кальвахумер А Тело Вот Ведь Мы Вывели Мы Только Что Доказали Без Всякого Стиха Мы Доказали На основе Чего На основе Того Что Женщина Которая Ожидает Либератного Брака Приобретается С помощью Полового Акта Но Не Приобретается С помощью Денег Тогда Женщина Которая С помощью Денег Приобретается Конечно Должна Приобретаться И с помощью Полового Акта Тоже Потому Что Женщина Ожидающая Либератного Брака Находится На рейтинге Номер Три Нижний Уровень А Просто Женщина По крайней Мере На рейтинге два, а может быть даже и один. И поэтому, конечно, чем больше способов приобретения, тем рейтинг выше, и она должна приобретаться с помощью полового акта тоже. Зачем же тогда, спрашивают Талму, зачем же тогда мне присписание указывает на это дополнительно. Ама Рафаши, сказал Рафаши, потому что можно было бы сказать «Ми, Караде, Дина, Пирх». Можно было бы сказать, что на самом деле вот этот самый наш силогизм, он изначально готов обрушиться. Готов обрушиться. Как здесь переводят? Здесь переводят, можно сказать, что неверен сам вывод. Не совсем так. «Ми, Караде, Дина, Пирха» имеется в виду, что изначально само это рассуждение, может быть разрушено. Почему изначально оно может быть разрушено? Откуда мы вывели это? Из Ивами, то есть женщины, которые ожидают твератного брака. «Мали, Ивамашик, Энскука, Веумедит, Томар Безоша, Энскука, Веумедит, Талмуд Лунар, Угала». Значит, нам говорят, что нет, и зря теперь Талмуд нам говорит. На самом деле, вот это все построение с этими рейтингами, это было неправильное построение, потому что на самом деле их вообще нельзя сравнивать. Почему их нельзя сравнивать? Потому что, вообще-то говоря, женщина, которая ожидает ливератного брака, она уже в каком-то смысле в браке состоит. То есть этот брак только нужно подкрепить. То есть она вышла замуж до какого-то человека, он умер, не оставив наследников, и в каком-то смысле она принадлежит уже вот этой самой семье, и брат этого умершего мужа должен взять ее в жену. Это совершенно другая ситуация, чем просто женщина. Она просто женщина, она просто женщина, она не ожидает, она не находится в комнате ожидания, она не находится уже в ситуации брака, и поэтому сравнивать их неправомерно. Ну хорошо, Калмол говорит, а откуда мы знаем, что и с помощью документов приобретается женщина, да? В едингу, ну, опять же, можно рассудить. Нам говорят так. Ну, можно рассудить. Как можно рассудить? Можно рассудить следующим образом. Да, нам нужно переместиться. Вот, Минаин, Шав, Бештар. Откуда мы учим, что женщину можно посвятить, здесь так переводят, да? То есть сделать отделенный ликадеш, взять жены также при помощи документа. И Томов говорит, что, ну, давайте рассудим. Как мы рассудим? Рассудим мы так. Ну, про деньги мы уже знаем вроде бы, да, что деньги, с помощью денег можно. Поэтому можно рассудить так. Деньги не позволяют женщине выйти. Женщина не может откупиться с помощью денег. Сказать, что все, 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 мне надоел этот брак, вот те деньги твои, которые ты когда-то давал мне, вот те деньги и до свидания. То есть получается, что и мужчина, собственно говоря, тоже не может сказать, вот тебе деньги и ступай. Он еще не может. Он может ее, конечно, развестись с ней, он может. Но чтобы развестись, необходимо что? Необходим документ, цифер критуд. А цифер критуд, разводное письмо, это что? Это документ. Вот Томов-то говорит, что деньги, они позволяют только женщину ввести. А документ позволяет и ввести, и вывести тоже. И тогда, конечно, должен, по идее, раз уж ШТАР позволяет, то есть документ позволяет женщине уйти, то тем более он должен позволить ей и войти. Ну, то есть приобрести женщину. Если можно с помощью документа женщину, так сказать, прогнать или с ней развестись, то тем более можно с ней пожениться. И снова, да, мы могли бы удивиться, собственно говоря, все эти рассуждения Талмуда. Они всегда вызывают определенного рода отрепь и удивление. Хотя Талмуда сейчас сам скажет, что вообще-то, говоря, это неправомерно и так далее. Ну, хорошо, а зачем же тогда приводить это, если это не совсем правомерно? А зачем выдвигать такого рода гипотезы? Вот выдвинули гипотезу сравнения, значит, женщины, которая ждет либератного брака, просто с женщиной. В итоге сказали, что нет, но сравнивать их нельзя. Ну, хорошо, так мы и так, в общем, изначально, да, то есть если подходить со здравой головой, нам бы и не пришло в голову их сравнивать. Тем не менее их сравнивать. Вот это сравнение, которое у нас прозвучало, оно ведь на самом деле получается, что сделало? Оно, по сути дела, позволило нам сопоставить. Вот женщина выходит замуж. С одной стороны, есть женщина, которая ожидает либератного брака, с другой стороны, есть служанка. Нам служанку тоже упомянули, которая приобретается с помощью денег. Вот у нас получилась такая ситуация, что женщину я могу как бы сравнивать со служанкой и с той, что ожидает либератного брака. И в каком-то смысле замужней женщине я могу обнаружить как бы эти аспекты. То есть женщина становится служанкой или нет. Она же приобретается. Вот служанка тоже приобретается. Или вот женщина, которая ожидает либератного брака, она вроде бы тоже, да, выходит замуж. И эта женщина выходит замуж. Их можно, в принципе, сопоставить или нет? Изначально, то есть если бы мы имели дело с рассуждением греческого автора, он, наверное, так бы и поставил вопрос. То есть поставил бы вопрос как? А можно ли женщину рассматривать как служанку? Или можно ли женщину рассматривать, в принципе, как вечно замужнюю? То есть она в каком смысле? Женщина, которая ожидает либератного брака, она уже замужняя. То есть можно ли рассматривать любую женщину как потенциально замужнюю? Ответ нет. То есть в итоге с помощью вот этих силогизмов и их опровержения нам говорят о том, что нет, это как бы неправомерно. То есть эти аспекты, возможно, каким-то образом присутствуют в браке, но, тем не менее, они не являются определяющими. И тем самым я женщину как бы отделил и от служанки, и от евамы, которые ожидают либератного брака. Теперь у нас другая история. История с деньгами и документом. История с деньгами и документом. Сейчас она вроде бы женщины не касается, она касается приобретения. И вот это самое приобретение нам говорят о том, что, смотри, у нас есть в самой Торе. В самой Торе есть указание на то, что с помощью документа я могу расторгнуть брачные возни. Называется это «Сефер критут». И, собственно говоря, вот тот стих, который у нас сейчас является, в каком-то смысле, находится фоном. И когда возьмет мужчина женщину, и овладеет ей, не понравится она ему. И там в продолжении как раз говорится о том, что и когда он разведется, и даст ей вот этот самый документ. И теперь нам говорят, давай попробуем сопоставить это. Деньги и документы – это одно и то же или не одно и то же. Они сопоставимы или не сопоставимы? С помощью денег мы объяснили каким-то образом, что женщина с помощью денег может быть приобретена. С помощью документа она может быть, так сказать, с ней можно развестись. Ну, можно было бы тогда сказать, что документ на самом деле выше денег. Если документ разводит, то ясно, что документ должен и позволять заключить брак. И сейчас нам скажут, что это не так, скорее всего, да? Действительно, так там и говорят. Говорят, нет, несопоставимо. Нельзя сопоставить деньги и документы. Крайне мере, нельзя сказать, что документ, он лучше в рейтинге на более высоком месте, чем деньги. Почему? Потому что с помощью денег можно выкупить гэгдэш. Гэгдэш – очень важное понятие. Мы уже говорили про него. Гэгдэш – это что? Гэгдэш – это имущество, посвященное храму. То есть, можно выкупить то, что посвящено храму. Но важно здесь для нас не это, а важно то, что слово гэгдэш – оно однокоренное, со словом кедушин. Кедушин – это что? Женщину. Что сделают женщины? Мекадшин. Слово лекадэш и гэгдэш – это однокоренные слова. То есть, когда какое-то имущество посвящается храму, оно становится гэгдэш. То есть, оно становится посвященное только храму. Когда мужчина, женщина – мекадэш, она в каком смысле тоже становится гэгдэш, только для всех остальных. Гэгдэш – это то, что нельзя трогать тем, кто не относится к сословию каэнов и так далее. То есть, это то, что принадлежит далеко не всем. Оно отделено. И женщина тоже отделена. Здесь нам приводят пример того, как с помощью денег можно выкупить гэгдэш. Оборот. То есть, сделать этот самый гэгдэш как бы профанным. То есть, священное превратить в профанное. Перевести этот гэгдэш из статуса священного в статус профанного. Но это не что иное, как на самом деле аналог. Аналог в каком смысле развода. Потому что, когда мужчина пишет документ, циферка и тут, и женщина освобождается, она освобождается. И перестает быть, в каком смысле гэгдэш, она перестает быть запрещенной для всех остальных. Она становится свободной. Так вот, с помощью денег, нам говорят, можно выкупить гэгдэш. Имя освобождение. Имя освобождение – это десятина, вторая десятина, которая тоже, собственно говоря, является чем-то отделенным, посвященным девитам или бедным. А с помощью документа нет, нельзя. Получается, что деньги в некоторых случаях… Эти случаи не случайны. То есть, нам привели случай, который не является просто так случайным, а случаем, который в каком смысле созвучен тому, о чем у нас здесь идет речь. Так вот, с помощью денег можно осуществить некое действие, которое аналогично в каком-то смысле разводу, и с помощью документа такого действия совершить нельзя. Значит, нельзя сказать, что деньги находятся, рейтинги ниже, чем документ. Нет, в каком-то смысле они выше. Ну, и то, что нам приводят в качестве примера, это мы сейчас должны будем посмотреть. У меня приводят нам стих, дихтив, и написано «Венатан гакесев векамлу». Давайте посмотрим. Надеюсь, что я не буду сейчас шебуршить, открывать там, закрывать здесь. Вы сами посмотрите этот стих. Я еще раз всем рекомендую, кто не запасся Танахом. Неважно, в какой версии, текстом или в интернете, но нужно иметь под рукой какую-нибудь версию Танаха. Нам необходимо сейчас посмотреть контекст «Байкра 27.19». Давайте посмотрим. Значит, 27.19. Речь идет о различных жертвах, которые приносятся здесь. Также о том, каким образом происходит оценка человека. Опять его «эрых». И здесь говорится так. А если поле, я начинаю с 16-го, да? А если поле из собственного удела посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева его, запосев там определенного количества ячменя, 50 серебряных шекелей. Если от юбилейного года посвятит кто поле свое, то состояться должно по оценке твоей. Если же после юбилея посвятит кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года. И пусть это вычтется из оценки. Если же захочет выкупить поле, посвятившее его, то пусть прибавит пятую часть серебра в оценке и останется оно за ним. И встанет оно ему, так, если буквально, да? Что это за контекст? Ну, контекст вроде как контекст, да? То есть как раз про посвящение, про вот этот самый Эгдыш. То есть можно посвятить, я не знаю, стул, стол, корову, и так далее. А можно поле посвятить. И тогда твое поле будет как бы принадлежать священникам какое-то время, то есть храму. И здесь доход с этого поля будет принадлежать храму и так далее. Но можно его выкупить. Ну, прибавить серебра. То есть, собственно говоря, это происходит с помощью денег. То есть оно каким-то образом оценивается. Оценивается оно, исходя из того, сколько времени оно, когда человек посвящает что-то, ну, например, недвижимость, да? Вот здесь поле. То оно не навсегда становится храмом. Поле не может стать навсегда храмом. Да, оно во время юбилейного года возвращается к своему хозяину так или иначе. Поэтому в зависимости от того, сколько лет осталось до этого юбилейного года, делается расчет, сколько поля стоит. И, исходя из этого расчета, значит, говорится, что поле стоит вот столько. Если ты хочешь это поле вернуть себе, то добавь пятую часть к его стоимости, и оно векамло, да? И оно станет как бы твоим. Что это нам напоминает? Это нам напоминает, да, поле. Собственно говоря, у нас с этого начиналось. Авраам ведь тоже приобретает поле, да? Поле для того, чтобы похоронить цару, он тоже приобретает. И там тоже используется вот то же самое слово, да? То есть этот контекст, который здесь появился, он появился совсем не случайно. Потому что и там тоже используется тот же самый глагол, вы камло. И стало это его. Стало оно принадлежать ему. И там тоже у нас речь идет про деньги, да? То есть, так вот здесь, если там Авраам приобретает поле, которое на самом деле является чем? Это первое приобретение, мы об этом уже говорили, да? Это первое приобретение земли обетованной. В принципе, это земля заповедана. Это его в каком смысле земля, но еще не его. И он ее приобретает, да? Приобретает как бы определенный надел в этой земле. А в нашем контексте, вот в этом, в книге «Во икра», здесь человек отдает, наоборот, свое поле, да? Или посвящает его храму и возвращает его себе, да? То есть в каком-то смысле, да, мы видим сходство. Авраам как бы выкупает то, что ему в конце концов должно принадлежать, или ему, или его потомству. И здесь тоже человек возвращает себе эту землю. Но можно сказать, что это противоположные вещи, да? То есть одно дело приобрести, а другое дело вернуть. Уже приобретенное и на время выделенное храм. И вот это приобрести и вернуть, оно как раз совпадает с тем, о чем, собственно говоря, заговорил Талмунд. Талмунд заговорил о том, что документ, с помощью документа можно женщиной расстаться, можно тогда стало быть женщиной и приобрести с помощью документа. и за счет этого, за счет того, что можно развестись, была попытка сделать вывод, что документ в каком-то смысле сильнее, чем деньги. Теперь нам показывают, что нет, деньги на самом деле тоже и выводят, и вводят. Им можно и приобрести, и вернуть. Ну, и я говорил вам о том, что одна из метафорических линий, она как раз состоит в том, что с самого начала она была заявлена, что и земля Израиля, она тоже является как бы женщиной. То есть это женщина, которая Бог вручает народу Израиля, так же, как Тору, например. И она, эта женщина, приобретается. Поэтому, когда нам сопоставляют ки-ках-иш, когда возьмет человек женщину, жену, и когда Абрам приобретает с помощью денег, там тоже ки-ха, то есть тоже взятие, приобретение, то это в каком-то смысле вещи однопорядка. Ну, и сейчас, по сути дела, этот мотив как бы возвращается. Возвращается вот этот мотив того, что есть своеобразная аналогия между женщиной и землей. Землей Израиля. То есть речь тоже здесь идет о земле Израиля. Ну, хорошо, значит, это мы обсудили. Ну, хорошо, подвинемся дальше, значит. Это другая попытка, да? Другая попытка, которая связана с продолжением вот всего того же стиха. Значит, там в этом стихе говорится, что и когда возьмет мужчина, женщину, и не понравится она ему, нет, извиняюсь, когда возьмет мужчина, женщину, и овладеет ею Баала, и не понравится она ему, то тогда он даст ей разводное письмо, и уйдет она от него. Но там говорится так, «Вияц-а», и вышла она от него, «Вегаита», и будет с другим человеком, «Вегаита ли и шахет». То есть это когда она от него уходит и выходит замуж за другого. И теперь Талмуд что делает? Талмуд пытается сопоставить вот эти два действия. Она уходит и приходит. «Ваяц-а», «Вегаита». То есть она вышла от одного, а к другому пришла. И Талмуд говорит, что у нас сопоставление вот этого выхода и прихода совершенно очевидно. Ну и коль скоро она выходит с помощью документа, то есть вот этот самый цифер критуд, то, по-видимому, и входит она к другому тоже с помощью документа. «Маяц-а-биштар», как она вышла с документом, так и «Гавая», здесь, да, «Гавая» в смысле ее пребывание или вхождение к другому мужу тоже с помощью документа. Таким образом, нам хотят из вот этого словосочетания, из стиха, да, и вышло, и будет с другим мужем, это и есть то словосочетание, из которого мы можем сделать заключение, что с помощью документа можно женщину приобрести. Ну, нам говорят, там вот совершенно справедливо нам говорит, ну, хорошо, если так, если ты здесь сопоставляешь выход с входом, то можно и наоборот сопоставить вход с выходом. Мы же учили, что женщину можно приобрести с помощью денег, значит, она может и уйти с помощью денег, если пользоваться такой логикой, да, что раз так, раз вход, так и выход. Если сопоставление входа и выхода, то на игре сопоставление входа и выхода можно сыграть и с деньгами. Амар Абайи. Юмру кэсэф махнис кэсэф муцы. Санегор я асэкати гор. Абайи говорит, здесь у нас Абайи, вот он Абайи, да, вот. Мы сейчас здесь. Мы сейчас здесь, вот. Абайи говорит, ну, если мы сделаем так, да, что с помощью деньги вводят и деньги выводят. Я стараюсь буквально переводить, вот это не очень красиво звучит, но, по крайней мере, это буквально то, что сказано, да, с кэсэф махнис, кэсэф муцы. И что, неужели, так сказать, адвокат сделается обвинителем? В каком смысле? В том смысле, что когда заключается брак с помощью денег, то деньги являются в каком-то смысле адвокатом, а когда происходит развод, то это беда-беда, да, и получается, что деньги становятся обвинителем. Вы видите, что сама, как бы, да, терминология всего этого, да, она, у нас анегор, категор, то есть обвинитель и адвокат, она скорее связана с чем? Ну, с судом, да, то есть это подсудимый, обвиняемый, и так далее, и понятно, что когда, например, речь идет о разводе, это неизбежно, если мы помним о метафорическом уровне, понятно, что развод – это что? Развод – это, собственно говоря, ну, в каком-то смысле, некий разрыв между небесным миром и миром земным, или между Богом и народом Израиля. А за счет чего он происходит? Он происходит за счет, ну, грехов, да, то есть за счет обвинения. То есть народ Израиля грешит, получается, что здесь выступает кто-то его обвинителем, и этот обвинительный акт сопровождается разводом, цифер критут. Само слово критут, да, я просто, может быть, отдельно поясню, что слово критут, лихрот – это, ну, как бы разбивать или разрезать, да, обрубать. Я, по-моему, уже говорил это, но еще раз важно, наверное, напомнить, да, сама эта терминология, она такая любопытная, потому что есть такое понятие, как карета, которую вы, наверное, знаете, да, то это отсечение души от народа Израиля, да, то есть самое тяжелое наказание, которое, правда, осуществляет небеса, а не человеческий суд – это карет, да, то есть карет – это, значит, все, ты, типа, отсечен. От чего отсечен? От, не знаю, корня жизни, от народа, да, то есть не будет места в будущем мире и так далее, то есть по-разному можно понимать, что это такое, но это за самые тяжкие прегрешения, значит, человеку грозит самый карет. А вот это разводное письмо, которое в дальнейшем будет называться «Гет», оно называется в писании «Сефир кретут», то есть книга, свиток, да, тогда еще не было книг, свиток, свиток обрубания. Кретут – это, собственно, от того же самого слова «карет». Но необходимо иметь в виду, что, вообще-то говоря, так сказать, союз, заключение союза, да, звучит тоже с помощью этого слова «лихрот брит». В каком смысле «лихрот брит» – это обрубить союз? Ну, по-видимому, союз при заключении союза, да, то есть тоже что-то такое обрубалось или само действие, да, оно является действием, ну, например, мы помним, да, первый союз – это «брит бен Абетарим», когда Авраам рассекает туши животных там, да, и птиц. То есть, нет, птиц он отгоняет, рассекает туши животных, а птицы, она, вот, прилетает, он их отгоняет, но вот это рассечение, его тоже можно было бы назвать, хотя описание так не сказано, но можно было бы назвать, да, вот этот самый «каретут». Но устойчивое выражение заключения союза – это «лихрот брит». То есть, то же самое слово «лихрот». Ну, хорошо, значит, это у нас Абай говорит. Абай говорит, что «ну, как же так?» «Если деньги вводят и деньги выводят, то получается, что адвокат становится обвинителем». Ну, смешное утверждение, потому что ему тут же говорят, и «гахи», если так, «штар нами умру», «штар муцы» и «штар махми». Категория «сэкэсэнегор», ну, да, если ты говоришь про документ, то все будет то же самое. То есть, если ты скажешь, что с помощью документа можно приобрести женщину, пожалуйста, и развод тоже с помощью документа, то получается, что этот самый адвокат становится обвинителем. То же самое, поэтому это, конечно, не аргумент. на это вместо Абай, по-видимому, за Абай, а может быть, сам Абай, он отвечает. А это последний абзац вот в том листике, который я демонстрирую на экране. Он говорит, ну, нет, это один документ, а тот – другой документ. Слова одного документа про одно, слова другого документа про другое. То есть, мы не можем сказать, что документ становится, тот, кто был адвокатом, стал обвинителем. Почему? Потому что, на самом деле, это разные документы. В одном документе написано одно, а в другом документе написано другое. Ну, хорошо, говорит Талмут, и га ханами, га каспалихут, га каспалихут, но мы тогда можем сказать и про деньги, говорит нам Талмут. Про деньги тоже можем сказать, что одни деньги – это одно, а другие деньги – это другое. Гриша, у меня урок перезвонил. Да, то есть, вот, деньги отдельно, и эти деньги отдельно. Аргумент, действительно. Тиба мига хадгу. И на это следует такой ответ. То, на самом деле, то, что касается денег, то деньги-то, они одинаковые. То есть, монета-то одна. Монета одна, а документ разный. А в документе что-то написано. А деньги, да, они одинаковые. И поэтому сопоставление денег и документа, мы видим, да, не вполне адекватно. То есть, мы могли бы сказать, и это все время пытаются сделать Талмут, да, сопоставить, что с помощью денег можно и с помощью документа можно, оказывается, с помощью денег тоже можно и выводить, и вводить, и документ может и вводить, и выводить. И, тем не менее, сейчас вот обнаруживается главное отличие. Потому что деньги в каком-то смысле, ну, те же самые. То есть, у нас монета одна и та же. Монета ничего не говорит. Она имеет только стоимость. А документ совсем другое дело. Документ, один документ может говорить одно, а другой документ может говорить другое. Поэтому, когда мы говорим, что монета, когда Абай говорил о том, что монета, которая была адвокатом, становится обвинителем, он не настолько наивно высказался, да, потому что мы могли бы сказать то же самое про документ, но нет. Документ, это разные просто документы. Один документ такой, другой документ такой. Один, так сказать, адвокатский документ, а другой документ имеет обвинительную сторону. Можно здесь сделать отступление небольшое и подумать о том, ведь когда речь идет про документ. Мы говорили о том, что метафорически осмыслить, так сказать, половой акт между небесами и земным миром. Ну, вполне возможно, да. Бог овладевает народом Израиля. Так в Талмуде в трактате «Шаббат» описывается дарование Торы на горе Симаи. Или понятно, что документ, что такое документ? Документ это Тора. Вот Тора даровано народу Израиля. И за счет этого народ Израиля, принимая Тору, становится как бы женой, нареченной Бога. С деньгами у нас была проблема, да, как метафорически понять деньги. А вот с документом и половым актом все было более-менее понятно. Так вот, если говорить про документ, и когда говорится о том, что документ документ у Рози, один документ – это документ, как бы знаменующий собой заключение союза, а другой документ, который знаменует собой, так сказать, развод, который знаменует собой разрыв этого самого союза. Вот возникает вопрос относительно того, а какой документ, собственно говоря, является документом разрыва. Не является ли Тора одновременно и документом, который, с помощью которого заключается союз, и документом, который в каком-то смысле превращается в обвинителя. Можно сказать, что да, то есть Тора в разных своих, по крайней мере, частях, даже если иметь в виду пятикнижие, но в том числе говорит и некие, по крайней мере, условные обвинения там звучат. То есть тогда получается, что этот документ действительно, он как бы и такой, и эдакий, несмотря на то, что он один и тот же вроде бы документ, написано разное в разных местах. Но это так для, так сказать, факультативного размышления пока. Может быть, мы придем к каким-то другим выводам относительно различных документов или документа развода, разрыва союза. Но так или иначе, Рава говорит, Амар Рава, Амар Кра, Писание говорит, И Рава добавляет, что поскольку написано в том же самом месте, о котором мы все время говорим, что вот взял муж, женщину, владел ей, не понравилось ему, развелся. И там написано, что он и напишет ей, и напишет ей вот этот самый Сефер Критут, разводное письмо. И Рава уточняет, действительно, написано там в Ихатавла, и написал я. То есть с помощью письма она с ней разводится. То есть само слово лигареш, оно означает выгнать. И мидгареш – это выгнанная женщина буквально, хотя мы переводим это как разведенная, но на самом деле выгнанная. Здесь Женя спрашивает, почему называют словами защитники, обвинители. Ну, это то же самое, да. То есть я сказал, адвокат и прокурор, защитник, обвинитель. Вот Марина задает очень хороший вопрос. Раб может продать себя за деньги. В смысле, он еще не раб, да. То есть можно в рабство, так сказать, войти с помощью денег, а потом выкупить себя тоже за деньги. В этом случае почему-то не говорят о том, что адвокат становится обвинителем или прокурором. Действительно, хороший вопрос, да. То есть Талмуд не приводит такого рода пример. Хотя этот пример действительно напрашивается. Мало ли, у нас только что был, на самом деле, пример, да, что я с помощью денег, я могу, хотя на самом деле я не с помощью денег, да, когда я посвящаю свое поле, так сказать, храму, то естественно, что это имеет определенный денежный эквивалент, да, но самими деньгами я не пользуюсь. Я как бы словами это говорю, да, то есть я говорю, я посвящаю свое поле храму, я посвятил свое поле храму. Когда раб себя продает за деньги, да, то возможно, что здесь тоже речь идет не о том, что в тот момент, да, когда он становится рабом, сам этот акт маркируется с помощью денег. То, что он получает деньги, это да, он получает деньги, возможно, не в тот момент, когда он входит вот в этот самый статус раба. Это я пытаюсь как бы ответить, хотя на самом деле это ответ такой, да, то есть скорее уход от ответа, а потом с помощью денег он может действительно, если у него есть деньги, он может себя выкупить. Но, помимо всего прочего, как я уже сказал, вот эти самые адвокат и обвинитель, они здесь появляются в каком смысле не случайно, как я уже сказал, да, то есть есть вот этот самый момент, момент мрачного описания развода, так бы я сказал, да, то есть развод – это то, что является в каком-то смысле следствием обвинения. Например, в отношении раба я этого сказать не могу, да, то есть я не могу сказать, что раб, наоборот, когда он выходит с помощью денег, то все нормально. Когда он себя продает в рабство, то возможно, что это тоже не считается горя-горя, в отличие от наказания, хотя, может быть, и является наказанием, но это наказание не настолько суровое. А вот когда человек себя, как бы, не человек, а вот когда разрушается, так сказать, брачный договор, женщину муж прогоняет, то здесь драма гораздо более глобальна, именно в силу вот этой метафорики, о которой я говорил. Адвокат, к сожалению, нет, это не муж, когда он женится, адвокат – это сами деньги, да, то есть деньги являются как бы адвокатом. Они говорят, о, очень хорошо, очень хорошо, защитник, да, то есть деньги, документ, то есть это метафора, да, то есть что защитник становится обвинителем. Почему защитник? Потому что сам брак – это прекрасная вещь, поэтому по-другому бы сформулировать можно было бы это каким образом, что когда, то есть деньги делают благое дело, да, не может благое дело делаться тем же, чем делается дело неблагое. Я просто сейчас переформулирую, да, вот эту терминологию защитник и обвинитель. Благое дело делается с помощью денег, а именно брак, не может благое, тот с помощью того, чего мы делали благое дело, невозможно сделать дело неблагое, а неблагое дело – это развод. Вот если такого рода терминологию попробовать применить к работе, то оно не совсем будет работать, да, потому что, собственно говоря, не так уж это неблагое дело, если человек себя подает в рабство, это с точки зрения писания не такое же горе-горе, да, то есть, ну, на какое-то время поработал, потом вышел, выкупил себя, там, и так далее, да, то есть, драмы, драмы там такого рода нет. Ну, хорошо, значит, так вот, у нас сейчас Рава говорит, да, Рава говорит, что на самом деле письменным образом, письмо, с помощью письма происходит развод, но не с помощью денег. Ну, тогда Талмуд говорит, ты мог бы сказать так, что она с помощью письма она прогоняется, я так переведу дословно, но не не посвящается, опять же, если дословно, да, то есть, сама формулировка, она красивая, да, бехтева мид горышет, выена мид горышет, видите, в переводе, как это звучит, у вас в переводе, сейчас посмотрим, при помощи написанного выходит из брака, но не выходит из брака при помощи денег, ну, да, красиво здесь не переведешь, не переведешь, да, действительно приходится как-то так, но если не бояться как бы неологизмов, то с помощью письма она прогоняется, но не посвящается с помощью письма, вот так можно перевести, было бы непонятно, все равно пришлось бы объяснять, поэтому переводчик решил как бы проблему вот таким образом, да, мид горышет, как выходит из брака, а мид кадэшет, как входит так сказать в брак, ну, так он перевел, но не посвящается, да, при помощи написанного выходит из брака, но не посвящается при помощи написанного, ну, да, не вступает в брак, понятно, вахтив, вияца, вегаита, мекиш и так далее, но ведь написано, то есть после того, как нам говорят, что я мог бы подумать, да, что с помощью письма, развод действительно с помощью письма, а посвящения нет, а письмо это что? Письмо это документ, и на это еще раз Толмуд напоминает, что вот у нас ведь есть вот эти два слова и вышло и вошла в каком-то смысле и будет, вышло от одного мужа и будет с другим, и поскольку как она будет с другим не сказана, то по-видимому следует полагать, что писание поставило эти два слова рядом для того, чтобы сказать нам, что можно и с помощью письма она была разведена, с помощью письма она вступает в праг. Умараито слушает нас Толмуд, вот этот самый вот эти слова и написал я да то есть и напишет ей напишет ей вот это самое разводное письмо и можно было бы действительно из этого сделать вывод что она с помощью письма прогоняется но не посвящается и вот Толмуд спрашивает а как ты вообще мог ну вот такого рода вывод сделать на основании того что написано и написал ей вот здесь видите вот этот кусочек и на это Толмуд отвечает миста бра ка бе герушин мимоэт герушин ка бе герушин мимоэт кедушин то есть это относится к разводу и должно по идее и уделять какое-то внимание именно разводу а как же ты решил что если это про развод то это каким-то образом должно сказаться и на кедушин герушин и кедушин это развод и наоборот посвящение и поскольку написано и напишет ей напишет ей написано про что про герушин то есть про развод в принципе конечно переносить это на посвящение как бы не имеет смысла ну здесь вы видите да как переводчик справился с этим логично сказать что стих со словами и напишет и который занят разводом исключает то что не годится для развода и нелогично сказать будто этот стих который занят разводом исключает то что не годится для кедушин для посвящения ну и он добавляет то что пишет рашу что отсюда следует что указанный стих исключает деньги для развода а не документ для кедушин то есть с помощью денег нельзя развестись а не то что с помощью документа нельзя заключить брак и дальше Талмуд нам говорит что мы скажем по поводу мнения раби йоси аглили который вот этот стих а именно что и напишет ей разводное письмо он использует для другого совершенно толкования откуда же тогда этот самый раби йоси аглили может вывести то что женщина не разводится с помощью денег и нам говорят ответ амар кра сэфир критут то есть поскольку сказано именно сэфир критут разводное письмо это нас учит сэфир а именно что такое сэфир сэфир это собственно говоря письменный документ корта вээн девара хэр корта то есть поскольку написано сэфир критут недаром же написано сэфир сэфир это что сэфир как бы документ свиток и так далее поскольку написано сэфир то отсюда раби йоси аглили который не использует вот этот самый элемент записи элемент записи он использует для чего-то другого откуда же тогда раби йоси аглили может сделать вывод что с помощью денег развестись нельзя мы то сделали почему деньги они одинаковые монетки одинаковые ничего не написано а вот документ действительно одно дело один документ другое дело другой документ и в этом смысле мы как бы доказали да то есть сталмут доказал что с помощью денег разводиться нельзя с помощью документа пожениться можно разрыва раби йоси аглили который вот это письмо толковал совершенно другим образом мы пока не знаем как задается вопрос каким же образом он выводит то что с помощью денег нельзя развестись нам говорят о том что он делает акцент на вот этом словосочетании сефир кретут это означает да то есть можно было бы и на этом сделать акцент потому что сефир это то что написано сефир это то что разрывает а что-то иное не разрывает вера банан гай кретут май авидли а для мудрецов которые по-другому как мы видели сделали этот вывод что же какую роль играет вот это словосочетание сефир кретут то есть свиток разводное письмо так условно это им нужно для того чтобы подчеркнуть что здесь происходит разрыв между ним и ей что это значит а это значит вот что нам поясняет там кедетания если человек говорит вот тебе гет разводное письмо при условии значит чтобы ты не пила при условии что ты не пьешь вино то есть он что делает такой мужчина который ее разводит ну в смысле например он говорит о том что если будешь пить то мы разводимся вот тебе гет будешь пить разведемся но это условие то есть он ставит условия будет ли это считаться разводным письмом с одной стороны мы могли бы сказать ну да если она не выполнила его условия напилась ну все значит тогда гет так вот мудрецы говорят нет такого рода гет недействителен почему потому что там есть условия а гет должен лихрод то есть он должен их развести а так он их не разводит потому что есть условия они как бы вместе а с другой стороны условия выполнено будет не выполнено будет то есть условный гет не годится гет должен совершенно четко разделить их в разные стороны но удивительно следующее если он говорит при условии что ты не будешь ходить в дом своего отца она пошла в дом своего отца казалось бы да это развод нет это тоже условный гет и такого рода гет не работает а еще один вариант коль шло шимьем рейзы кретут а если он говорит что на 30 дней тогда нормально сейчас говорит нам 9 условный гет не работает а гет временный работает это совсем не разрыв в каком-то смысле перерыв дай мне побыть одному я должен подумать хорошенько то все вот на 30 дней на тебе сам но удивительным образом здесь по крайней мере на вот этой строчке где мы остановились нам говорят о том что да это 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 гет это нормальный гет мудрецы говорят для мудрецов вот это слово крет оно должно означать разрыв получается что временный разрыв это тоже разрыв я не буду оставлять для вас подумать можно было бы сказать подумать в следующий раз мы это разберем в общем-то здесь опять же если иметь ввиду метафорическую подоплеку то все понятно то есть разрыв между Богом и народом Израиля воспринимается народом Израиля как временный как то что Бог может вернуть эту жену ну и пророческая литература говорит о возвращении как бы этой же а тем не менее разрыв он может являться разрывом то есть разрыв от этого не перестает быть разрывом значит это у нас была часть которая относилась к деньгам и документу то есть документ в каком-то смысле имеет определенного рода преимущества какого рода преимущества очень понятное документ зависит от того что в нем написано в то время как деньги не имеют то есть деньги это просто некий эквивалент это некая как бы монетка одна и та же и монетка играет довольно серьезную роль как мы видели да то есть с помощью монетки можно осуществить то и все и пятая десятая но что нельзя осуществить с помощью монетки Нельзя с помощью монетки осуществить развод. Монетка не может дать возможность развода. Вернуть, например, поле можно с помощью денег. Выкупить поле можно с помощью денег. То есть приобретение с помощью денег возможно, а разрыв с помощью денег невозможен. В отличие от документа, который может играть и ту, и другую роль. Ну хорошо, значит, на этом мы сегодня завершаем. В следующий вторник продолжим наши нелегкие студии. Окей. Спасибо. Вопрос такой, что там чуть-чуть выше написано, переводчиком, правда, Я прочитаю до этого. Это слово им нужно, чтобы выучить, что герушин будут полным разрывом между ними, между мужем и женой. То есть развод не должен оставлять никакой связи между бывшими супругами. Поэтому вот внизу, когда было вот это на 30 дней, получается, это не совсем разрыв. Если выше сказано, что... Женя только что сказал про это как раз. Вроде бы. Повторите. В следующий раз повторю. В следующий раз с этого начнем. Я просто, ну, видимо, что-то пропустила. Это окончательный разрыв, но временный. Это удивительно, действительно, это удивительная вещь. Получается, что временный разрыв – это тоже разрыв. Ну, он тоже разрыв, да. Это было сказано внизу. Ну, вот чуть выше написано, что если он не полный разрыв... Я говорю, Женя, я говорю, парадокс. Парадокс. Вы правильно отметили. Парадокс. Ну, а дальше будет это... Да, дальше, в следующий раз еще раз вернемся к нему. С этого парадокса... Ладно, я просто как раз зачиталась с этими и, наверное, пропустила этот момент, когда вы сказали. Да. Хорошо. Ну, хорошо, мы можем резюмировать? Можем, наверное, мы можем резюмировать. Окей, технически обращаюсь ко всем, пожалуйста, те, кто хотят записи, пожалуйста, посмотрите в Телеграме и в рассылке, есть ссылка на страницу, там есть наим. Ну, а условия для того, чтобы получать записи, это очень небольшая ежемесячная плата для того, чтобы поддерживать наши занятия. Все. Засим, правильно, заканчиваем? Заканчиваем на сегодня. Через неделю встречаемся. Окей. Всем счастливо, пока. Пока.